Чиновники. Чиновники выставляют на праздники ряженых ветеранов. С такими утверждениями выступили блогеры, которые после парада 9 мая провели исследование снимков и видеозаписей. И по их утверждениям специальные люди подбирают специальных старушек и стариков, вешают им звезды героев, шьют для них специальную форму, а потом сажают на трибуну мавзолея для создания более праздничной и торжественной обстановки. Вот, например, фото, сделанное в 2010 году. Уже выглядит очень странно. У этой женщины с погонами полковника три ордена Отечественной войны, тогда как известно, что такие награды были только у летчицы Надежды Поповой. А вот снимок два года спустя. Эта же женщина уже успела получить, судя по погонам, звание генерал-майора. И появилась еще одна звезда героя соцтруда. И вот эта женщина уже среди ветеранов на трибуне 9 мая. Но опять-таки известна лишь одна летчица Валентина Грязодубова, у которой было две звезды героя. Эту куртку ветеран Великой Отечественной Иван Иванович Колесников купил специально для парада на Красной площади. За месяц до 9 мая ему позвонили из соцзащиты. Ваша кандидатура у нас имеется для того, чтобы послать от нашего города представителей на парад. Правда, за несколько дней до парада ему снова позвонили. Вы извините, вот произошло такое недоразумение. Единственное, что грело ветерана, мысль о том, что вместо него отправят кого-то более достойного. Того, кто принимал активное участие в войне. Когда он увидел, кто оказался вместо него у мавзолея, Иван Иванович опешил. На Красной площади стояла та самая генеральша. Нет, я просто удивляюсь, как мог попасть человек вот такой, совершенно не ко двору. Как вышло, что вместо уважаемого ветерана на парад отправили ряженого? В подмосковном Пушкине о ней давно ходит дурная слава. Она не генерал никакой. Не генерал никакой? Нет. Константин Николаевич хорошо знает псевдогенеральшу. Ее настоящее имя Шолпан Курмангалиевна Гриняева. Родилась в 1930 году. Здравствуйте. Здравствуйте. Быстрее. Я слушаю вас. На пиджаке сверкает звезда Героя Союза. Еще одна или просто перевесила с кителя? Вот форма. А галстук здесь. Вот рубашка моя. В рассказе о военных похождениях... Ну вот война началась вот так вот. Сами знаете, как это была история. Гриняева путается в показаниях. А за что вам дали героя Советского Союза? Ой, я вам... Говорит, Ольга Чуйкова перевязывали рану. Кому перевязывали рану? Чуйкова. За это дали герою Советского Союза? Ну и за это вообще раненых тоже. Лиц, которые были героями Советского Союза или одновременно героями соцтруда, их очень и очень немного. Допустим, самым известным представителем в этом смысле является Иосиф Виссарион Шсталин. Но бабушка доказывает, она не хуже отца народов. Награды нажиты не по сильным трудам. А герой соцтруда за что? Это вот. Тоже. Если посчитать, вот труд мой, считай, с 10 лет я трудилась. В СССР герои соцтруда давали за исключительные заслуги в хозяйстве и культуре. Например, один из обладателей такой звезды – академик Янгель, отец ракета Сатана. Но откуда у Гриняевой такая награда? Вы стоите на военно-народном Совете России? Да, да. Состою, да. За что вы получили погоны генеральские? Ничего я вам не буду, все. Почему же? Ну вы же получили, что нагорели? Украла. Но тогда как, будучи лжи ветераном, она могла встать на одну трибуну с настоящими воинами? Списки, отправляемые в Кремль, составляются в Советах ветеранов. В местном совете признают – да, это через них Гриняева попала на парад. Но они в этом не виноваты, их обманули. Вот список, который вы подавали. Да. Шесть человек и двоих держали в резерве. Ну, мало ли. Как видите, Гриняевой в этом списке нет. И быть не могло. Фамилия Гриняевой в списке появилась уже после того, как она оказалась в Пушкинском управлении соцзащиты. Это здесь Ивана Ивановича Колесникова вычеркнули из списка на парад. По вашему мнению, как она помогла-то? По пасху, да. Не смогла. Я не знаю. Я на самом деле просто не знаю. А это знаменитая участница всевозможных акций протестов Нина Семеновна Гуличева. Вот она в роли бесланской матери в 2004-м. Вот в 2006-м у посольства Израиля протестует против исламского террора. А вот рассказывает, как во время Великой Отечественной работала советским спецагентом. Забрасывали на оккупированную территорию. Меня смазывали, давали нам мазь, чеснок и соль. Намазывались. Немцы очень боялись кожных заболеваний. Как не поверить бедной пенсионерке? Ведь у нее столько орденов на груди. Правда, на ее страничке в живом журнале указан год рождения, 1936-й. А это значит, что в момент окончания войны ей было всего 9 лет. Они же позорят и настоящих ветеранов, и своим поведением. Больше того, без стеснения занимают их место. Еще одна фигура. Орденская планка показывает, что у этого человека 7 орденов Ленина. Однако такое количество этих орденов имели только 3 человека. Министр общего машиностроения Сергей Афанасьев и маршалы Иван Баграмян и Семен Буденный. Вот моряк в 2010 году. И он же год спустя. Моряк стал уже капитаном второго ранга. Какая стремительная карьера. И авторы этого расследования считают, что все это не самодеятельность отдельных людей. Ведь ветеранов проверяли перед размещением на парадных трибунах. И если эти люди там появились, значит это спланированная акция. По всей видимости, есть распоряжение организовать определенное количество этаких героев-ветеранов, которые никогда не будут жаловаться на нищенские пенсии и дорогие лекарства. И не будут критиковать власть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok